Добрый день! Вы смотрите программу «Хочу домой» на телеканале Самара ГИС. Наша программа с таким звучным названием о животных, которые нуждаются в своем доме и хорошем, ответственном владельце. Мы рассказываем о проблеме бродящих собак и кошек, и, кстати, других животных, которые были либо рождены под открытым небом, либо лишены дома в результате безответственного отношения нерадивых владельцев. И слава богу, что таких людей очень мало, но, тем не менее, они есть. Короткая новость. Несколько дней назад, когда стояла жаркая погода, в Оренбурге несколько торговых центров оккупировали небольшие стаи бродящих собак. А причиной этому стала жаркая погода, и особо сообразительные дворняшки поняли, что в торговом центре прохладно. Правда, пока не догадались. Почему? Да потому что работают кондиционеры. Здесь обращу внимание, что в Оренбурге на несколько градусов теплее, чем в Самаре. А теперь небольшой анонс о том, что вы увидите сегодня. Итак, видеовизитки. Трем собаками и одной кошке нужны свои владельцы. Посмотрите, оцените. Кстати, есть на что посмотреть. К тому же мы проверили собак на социальную безопасность, и все они достойны своего владельца, так же, как и кошки. И, конечно, гости в студии. Сегодня Александр Вадевский, зоопсихолог, кинолог, и Инна Тарасенко, руководитель зооветцентра для бездомных собак «Флагман Вет». Сегодня говорим о помощи собакам с проблемами опорно-двигательного аппарата, а если проще, и точнее собаки, у которых не работают задние лапы. Ну, или, как их еще говорят, называют спинальники, по-моему, да? Да. Итак, Инна, начнем. Сколько сейчас в вашем центре таких собак, именно спинальников? Сейчас у нас 20 собак-спинальников. Это достаточно большое количество. Многие из них живут уже более пяти лет. И все, кто сталкивался хоть раз с такой проблемной собакой, спинальниками, собственно, и бывают и кошки, это, в принципе, общая проблема, знают, что уход и реабилитация такого пациента, они очень сложны. То есть спинальники, которые живут там пять и более лет, иногда даже и там три года считаются уже действительно очень хорошим сроком. Это говорит о определенном статусе, профессионализме команды, которая за ними ухаживает. Ну и, соответственно, о том, что эти собаки также могут жить, они жизнеспособны, они могут радоваться жизни и вести очень активно. Раньше я как-то очень мало встречался с этой проблемой у собак и кошек. Это результат чего? Это результат, не знаю, может, генетический сбой идет или проблема в кормлении, или вот все-таки сухие корма. Ну, учитывая, что мы работаем с узкой группой именно бездомных животных, в нашем случае это всегда тяжелые травмы. То есть у нас все спинальники делятся на несколько групп. Это автотравмы самые распространенные, то есть собаку сбивает автомобиль. Потом травмы, которые они получили при контакте с поездом, да, такое тоже бывает, и возможно выжить и жить дальше, как ни странно. И третья группа – это собаки, которые получили пулевое ранение. То есть это вот такая беспорядочная стрельба по животным. Зачастую бывает так, что пуля попадает либо в позвоночник, либо травмирует непосредственно спиной мозг, и в таком случае может не быть вообще никакого перелома, но тем не менее собака также будет на всю жизнь инвалидом. То есть отбиты нервные окончания? Если поврежден спинной мозг, ничего не поможет. То есть может быть отсутствие перелома позвонков, но если мы нервную систему вредили настолько серьезно, то задние ноги собака чувствовать не будет. То есть я так понимаю, что если собаке повезло, она выжила, если кто-то ее обнаружил, доставил ее в центр или просто забрал себе и лечит ее, да, этим собакам повезло. А если попала она под машину и вот какая-то такая травма, долгое время собака лечит, она погибает. Здесь есть уникальные истории про то, как собаки, получившие такую травму, и которых вовремя никто не нашел, они тем не менее умудряются адаптироваться к своему положению, продолжают ползать на улице. У нас был такой пациент, который почти год прожил на улице в таком вот состоянии, прежде чем попасть к нам. Там возникает проблема, естественно, с тем, что они полностью стирают колени, как правило, живот, потому что, естественно, они ползают по асфальту, по каким-то неровным поверхностям, коляски у них в помине нет. Но это возможно только в том случае, если травма позвоночника никак не влияет на проблемы с мочеиспусканием. Ведь у собак-спинальников самое слабое место – это вот как раз-таки данный процесс. Если им повезло, и этот процесс у них, скажем так, существует автономно, да, то тогда выжить возможно. А если там есть проблемы по задержке мочи, то, конечно, они просто в какой-то момент погибнут от того, что мочевой пузырь будет переполнен. Есть категория людей, которые, в принципе, говорят так, ну, вы знаете, мне очень жалко эту собаку, я ее усыплю. Есть. Вообще есть такая… Мне легче ли действительно делать эвтаназию вот этим собакам, чтобы они, в общем-то, потом не мучились. Когда ты один раз видишь, как эта собака может жить, и какие она зачастую эмоции дарит тем людям, которые видят вот такую вот необычную, да, но тем не менее счастливую, позитивную, классную собаку, ты просто не способен на то, чтобы принять такое решение. Я всегда говорю, что мы сделаем все возможное, но судьба сама решит, кто выживет, а кто останется. Потому что есть определенная группа спинальников, которые не выживают. Что бы мы ни делали, то есть, в принципе, механизм заботы, ухода, он один и тот же, но есть случаи, когда не получается. И да, бывает такое, что и там отпускать приходится пациента, или он сам уходит, но есть собаки, которые вот изначально хотят жить. И их совершенно не смущает, что они теперь не могут наступить на задние лапы. А когда вы вообще придумали такие вот тележки интересные для собак спинальников? Мне кажется, уже больше 10 лет эта вся история достаточно популярна. Сейчас есть очень много даже сайтов, на которые можно зайти и заказать такую вот колясочку. Причем с этой проблемой же и домашние собаки сталкиваются, ведь это в нашем случае какие-то тяжелые травмы, трагические случаи. А у домашних собак бывают и проблемы, например, там, грыжи какие-то, позвоночника, да, иные заболевания опорно-двигательного аппарата. И эти собаки также живут на колясках, радуют своих хозяев, то есть, жизнь на этом не заканчивается. Ну, смотрите, грыжи позвоночников, соответственно, какие-то ломкие суставы, какие-то не очень гибкие суставы. Это возможно посредством все-таки вот этих сухих кормов? Ну, сложно сказать, что это прямая такая связь, это зачастую проблема обмена веществ, да, то есть, с чем они связаны, с питанием ли. Мне кажется, нет натурального вступления бюков, лаковых и так далее. Очень сложно сымитировать, с одной стороны, полноценный рацион человеку, используя только натуральную пищу, потому что все занятые люди, да, и, конечно, какое-то меню для своего любимца. Не каждый человек способен вот создать такое, да, там. Ну, а зачем, вот, я не знаю, я недавно совершенно переправлялся с Гаврилой Поляной, мне водитель лодки говорит, капитан лодки говорит, ну, знаете, у меня собака же 21 год, она ест, я кормлю ее только натуральную еду, мясо и так далее. Но, кажется, вот организм, все, что вот не надо, он, все, что надо, он возьмет, да, а все, что не нужно, он выбросит. Возможно, возможно. Может, это мы просто как бы немножко под вени какой-то моды погнали за тем, что надо сбалансированное питание. Но это организм сам же балансирует или нет? Мне кажется, Александра, может, это тоже, мне кажется, она хочет сказать. Ну, я, по крайней мере, в своей работе сталкиваюсь с тем, что не всем подходит натуральное питание, да. Есть животные, которые действительно никак не могут питаться просто вот той едой, которую мы могли бы там приготовить для них самостоятельно дома. Да, такие случаи бывают. Я не уверена, что здесь проблемы с опорным двигателем и аппаратом напрямую здесь связаны. Зачастую это больше проблема селекционная, то есть, что у нас есть серьезные проблемы со скрещиванием животных, у нас очень часто этим занимаются непрофессионалы. И вот это как раз-таки больше угрозу несет для будущего собаки. Именно, ну, породистых, если мы говорим. Ну, конечно, это в основном проблема породистых, конечно. Ну, сейчас, еще раз повторите, пожалуйста, много ли у вас собак с такими патологиями? 20. 20 собак, да. Всем ли им хватает внимания? Ну, конечно, хочется, чтобы каждому это внимание было в таком большом-большом эквиваленте. Есть собаки, которые у нас максимально, скажем так, популярны. То есть, это те, с которыми люди очень любят ходить на прогулки, потому что спинальники все равно разные. И кто-то в коляске себя чувствует, как рыба в воде, а кто-то побаивается, а кто-то, например, будет гулять только с определенным человеком комфортно. То есть, не идет на контакт с новыми людьми постоянно. Но у нас есть потрясающая спинальница Чичи, которая вот стала суперзвездой. И она пойдет гулять с любым, подарит любовь каждому. И, конечно, это, наверное, первая спинальница, которая, пристегнувшись к этой коляске, просто в ней вот начала жить. Она как будто бы ждала этого момента, но она абсолютно не испытывает никакого дискомфорта. Она просто ждет, что ее оденут. А на студии еще Александр Вадевский, зоопсихолог. Тоже, так сказать, такое название зоопсихолога. Но зоопсихологию ввели, я помню, где-то первое было понятие в 2000-х годах, 2001, 2002, 2003 год. А сейчас очень модно вот это слово «зоопсихолог». Расскажите, что такое зоопсихолог? Ну, как мы знаем, предмет изучения зоопсихологии – это высшая психическая деятельность животных и их поведение. Соответственно, зоопсихолог-практик, он занимается тем, что, зная биологические основы поведения, может проводить стратегию коррекции возникающих проблем. А зоопсихолог, а больше кому нужна вот такая помощь? Больше нужна помощь хозяину собаки или все-таки собаке? Ну, смотрите, у меня в практике… Собака понимает, что вы зоопсихолог? Я не думаю, что собака особо разбирается в профессиях человека. Да, но на самом деле у меня не все клиенты обладают владельцами, к сожалению. Есть те, которые пока еще ищут дом. То есть ко мне обращаются и кураторы, и опекуны, и приюты по работе с проблемами поведения, для того, чтобы собачку сделать более привлекательной, более адаптивной, более социальной, более контактной и воспитанной, чтобы повысить ее шансы обрести дом. Большое спасибо. Я предлагаю прерваться на несколько минут, чтобы посмотреть видео-визитки о трех собаках и одной кошке, которым нужны свои владельцы. Посмотрите, может кто-нибудь вам понравится, и вы заберете собаку или кошку домой. После каждой видео-визитки внизу мы указываем телефоны, куда вы можете позвонить, обратиться и спросить, и получить более подробную информацию по той или иной собаке или кошке. Смотрим. Предлагаем вашему вниманию видео-информацию о собаке по кличке Ник. Обратите на него внимание. Если он вам понравится, заберите его домой. Он готов прямо сейчас уйти из приюта. Очень сильный, очень мощный. Жил, кстати, в квартире даже у людей. Так получилось, тоже несчастье. Умер. Хозяин. Потом оказался он в приюте. Потом вот у нас в РЦ. Ну, сам пес адекватный. Может на цепь. Да, ну в квартире так как жил, это кто как бы хочет. В любую. С собаками, ну, альфа. Это альфа. Здесь как бы с другими собаками будет пытаться доминировать. С людьми абсолютно адекватный, очень контактный. Сейчас Нику около трех лет. Он стерилизован. И он нуждается в своем владельце. Заберите его из приюта и сделайте его жизнь счастливой. Обращаться. Серый дымчатый окрас, немного висячие уши, необычная кличка-тилька. Назвали ее так, когда нашли в одной из подворотен старой Самары. Подлечили, откормили. И сотрудники приюта готовы отдать ее на домашнее содержание. Она очень ласковая, очень контактная, очень ориентирована на человека, на детей. Очень любит, играет с ними. И вообще очень ласковая и контактная. Единственное, немножко она, ей нужно немножко привыкнуть к новому дому. Когда ее к нам только привезли, у нее был момент, когда она переживала. Кошка-тилька готова прямо сейчас покинуть приют и уйти к своему ласковому и доброму владельцу. Обращаться. 8-927-701-36-38 Несколько лет назад сотрудница приюта нашла этого пса в промышленной зоне в районе Заводского шоссе. Определили его в приют, откормили, подлечили и с тех пор пытаются найти ему владельца. Очень хороший пес. Обратите на него внимание. Может он понравится вам и вы заберете его домой. Очень контактный, с абсолютно со всеми людьми, спокойный. В вольере с другими собаками очень спокойно, ровно. То есть себе в обиду не дает, но при этом других доминировать неинтересно ему особо. Только во время еды чуть-чуть, да? Плюс у него вот достопримечательность, язык. Очень красивый. Как у тебя учат. Это прямо у него, да, бонус. Бонус будущим хозяевам. Зовут этого пса Шелдон. Ему около 4 лет. Привит, кастрирован и готов к переезду хорошему владельцу. Возможно содержание в домашних условиях. Обращаться. 8-917-117-60-00 Вот люди, которые приходят к вам с такой проблемой. Нет, у него психолог. Это только работа со спинальниками или все-таки работа еще и по дрессировке, по воспитанию и по коррекции нервной системы собаки? Чаще всего ко мне обращаются именно с животными со здоровым физическим состоянием. И самые частые запросы – это собака тянет поводок, собака перевозбуждает склевет других собак, кошек, птичек, да, становится неуправляемой на улице. Допустим, дома слушается, отлично выполняет команды, но на улице теряет контроль. Также самые частые запросы – это тревога разлуки, это деструктивное поведение дома, когда собака съедает мебель, обувь, вещи портит, и также нечистоплотность. Но вот некоторые проблемы с поведением у нас связаны с проблемами со здоровьем. Поэтому, прежде всего, я такие вопросы, как нечистоплотность и деструктивное поведение, с такими вопросами я отправляю сначала к ветеринарному врачу на обследование. Если ветеринарный врач заключает, что все в порядке со здоровьем, то мы работаем с поведением. – Какие там методики наказания, поощрения присутствуют в такой работе? – Да, конечно, но так как я гуманный зоопсихолог-кинолог, то я работаю по протоколам коррекции поведения. Это ЛАТ, БАТ, КАТ, РАТ. Сейчас не буду в подробности вдаваться. Они были разработаны на основе исследований и на основе исследований, которые связаны именно с сенсорными аспектами восприятия собак. То есть, как собака отличается от человека. Мы знаем, что нюх у нее лучше, слух у нее лучше, зрение немножко похуже. И каким образом мы выстраиваем контакт, каким образом мы налаживаем доверие. И после этого мы уже начинаем работать со стратегией коррекции. То есть, подбираем индивидуальную программу под каждый случай, под, может быть, даже породные особенности, и также под особенности здоровья. А все-таки присутствует, допустим, методика, вкусопоощрительная методика. Да, совершенно верно. Методика механического воздействия, как в природе, допустим, когда я забыдаю за дикими собаками, и там присутствует в основном механический способ воздействия. Свои сородичи, там, скажем, воздействуют на своего сородича или на членов своей стаи за счет зубов. Ну, на самом деле, не всегда, потому что... Кусается ли, есть ли такая методика кусать собаку? Кусать собаку? Нет, я не рекомендую кусать собаку, потому что если собака не понимает, за что ее кусают, это, скорее всего, разрушит ваше доверие и ваш контакт. Что касается коммуникации животных, то она чаще всего ольфакторная, то есть связанная с метками, обмен метками, запахами. И также она часто бесконтактная, потому что если собака показывает сигналы примирения, то есть она обучена этому, чаще всего собаке, которые уличные, они хорошо адаптированы, социализированы в этом плане. Они могут показать, что я, например, не хочу конфликта, я просто хочу пройти мимо твоей территории. То есть я не собираюсь там покушаться на твою кормилку. Вот. А зубчихология, получается, сейчас подменяет дрессировку собак? Я бы так не сказала, потому что чаще всего запросы ко мне от людей связаны не с тем, чтобы дрессировать собаку, чтобы подготовить ее к нормативам, то есть я это могу, меня этому обучали. Но чаще всего это связано с тем, что собака уже, например, сдала нормативы ОКД, там ЗКС, например, или УГС. Но при этом собака теряет контроль на улице, когда видит там, не знаю, кошек, птичек, собачек, детишек, там перевозбуждается, перестает слушаться, и ей ничего не помогает. Допустим, говорили, что мы пробовали уже и строгий ошейник, и удавку, и электроошейник, ничего не помогает. Вот в таких случаях обращается ко мне. Отлично. И немножко вернемся все-таки опять к собакам и спинальникам. Скажите, какая коррекция у них? Что происходит, когда работает с ними кинолог, психолог? У них могут быть такие же проблемы, как и у здоровых собачек, то есть они могут подбирать, например, на улице, да, они могут тянуть поводок, они могут перевозбуждаться, когда видит птичек. Та же самая Чича, мы сейчас работаем с тем, что у нее гипервозбуждение, когда она видит птичек, да, она хочет постоянно двигаться, бежать, и она при этом не способна контактировать с человеком. Я ее обучаю подзыву, естественно, подкрепляю позитивно вкусняшками, потом отпускаю и показываю, что да, ты можешь сейчас снова бежать. То есть вы хотите сказать, что процесс возбуждения, возбуждение, которое преобладает процессом торможения, может тормозиться за счет только вкусняшек или нет? Не только, не только, мы еще как налаживаем контакт. Я обязательно ввожу такое упражнение, которое называется глазки. Нам нужно наладить контакт с собакой, чтобы показать, что я более интересный ресурс, чем тот ресурс, который ты там ищешь. Вкусняшки, например, в парке, да, там, или побежать за птичкой. И причем я более предсказуемый, более стабильный ресурс для тебя. Вот, таким образом мы нарабатываем этот контакт, мы нарабатываем этот паттерн поведения, что тебе более выгодно отозваться, более выгодно подбежать ко мне, чем бежать за собачкой или за птичкой, да, например. Вот, посмотреть мне в глаза. Таким образом собачка оттормаживается, да, смотрит в глаза, немножко успокаивается, получает вкусняшку, позитивное подкрепление. В нее закрепляется таким образом, что важно все-таки учитывать, что она не одна бегает в парке, она идет с человеком. Спасибо большое. Получается сейчас, что собаки, которые прошли курс по лозу психологии, или больше это работа с хозяином, да, все-таки? Если с человеком, то я человеку объясняю, как мы работаем дома, потому что я же не живу с собакой, я объясняю обязательно правила, границы поведения. Инна, у меня вопрос такой, значит, сейчас регионам дают полномочия решать судьбу собак, как бы, индивидуально в каждом регионе по-своему. Эвтаназия, в основном, я так понимаю, звучит больше о том, чтобы собак, которые проявляют агрессию, у которых агрессия, соответственно, их усыпляет. Ну, я считаю, что этой темы, на самом деле, вокруг нее существует некое перевозбуждение, вот, как раз-таки очень удобное слово для этого. Думаю, реальной угрозы для этого совершенно нет. Ну, ведь вот сколько я сейчас статистику смотрю по укусам в каждом регионе, укус, укус, нападение, смертельный исход. Мы должны понимать, что это все по принципу желтых газет еще развивается, то есть у нас нападения какие-то, конечно, есть. Но из там 80%, точнее, из 100% вот этих историй, как минимум 80% это то, что раздуто. Это действительно так, потому что я работаю с этим предметно, я знаю каждый этот случай детально, я знаю, что там было, какие обстоятельства. То есть из-за того, что это, в принципе, для нашей страны резонансная тема, она просто из любого, вот из любой искры, получается пожар. Коротко, до 14-го, до 15-го года это активно применялось во многих спецавтохозяйствах, и, в принципе, собак было не так много. Может быть, это все-таки вот именно причина тому, что мы неправильно немножко восприняли через 98-й федеральный закон, что или организовали на местах работы именно по отлову собак бродячих. Мы неправильно восприняли то, что у нас нет никакой ответственности до сих пор, ни за самовыгул, ни за покусы со стороны хозяйских животных, ведь по статистике... Ну и кусаются в основном больше это... Да и кусаются и хозяйские животные. Это люди так считают, что кусаются только бездомные. Это не совсем так. На самом деле люди гуляют со своими серьезными собаками без поводков, без намордников, отпускают их на самовыгул. И эти истории нельзя из этого числа исключать. Спасибо большое. Очень интересно было поговорить, конечно, особенно по последнему вопросу. Итак, наша программа завершилась. Лично я считаю, что разговор получился интересный. Да, звоните и пишите нам, особенно если у вас есть истории счастливой судьбы собаки или кошки, которые взяли из приюта и теперь у них все хорошо. Звоните по телефону 8-927-686-0790. Это лично мой телефон. Я поговорю, естественно, мы оценим вашу историю и обязательно покажем в нашем сюжете. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.